Как только ветер разгоняет тучи, сотрудники лесопаркового хозяйства спешат к клумбам. Декоративные цветы плохо переносят капризы погоды. В начале лета в Подмосковье пришла засуха, месяц назад зачастили дожди. И вот результат. Например, георгины, растущие здесь на бульваре ветеранов, не хотят завязывать бутоны. Даже неприхотливые питунья сначала зацвели, но затем подгнили и зачахли. Сейчас специалисты подсаживают на клумбы и в вазону, установленные на центральных улицах города, новые растения. В данном случае будет кольвус. Подсажен здесь по новому теченскому питунье. Подсаживаются и помеи, и бархатцы. Деревья и кусты напротив сегодня чувствуют себя прекрасно, говорят специалисты. Ливни идут им на пользу. Для больших растений, для деревьев, кустарников это очень хорошо. Тем более земля была очень сухая. Поэтому бог с ними, с цветниками, как уж они доживут, так и доживут. Им жить осталось полтора-два месяца. А то, что напитаются растения, и то, что они наберут силы и идут в зиму здоровыми и нормальными, то для нас это очень хорошо. Дождливая вода уже благотворно сказалась на кронах. Посмотрите, они сочно-зеленого цвета. Сейчас городским садовникам лишь надо придать форму кустам, превратив заросли в изящную живую изгородь, и опилить деревья, то есть убрать мертвые ветки со стволов растений. Солнечные лучи и обильные дожди также пришлись по вкусу травам. В черте города распустились полевые цветы. Цикорий, кульбаба и другие нехарактерные для этих мест растения. От подарков, сделанных природой, специалисты не отказываются. Газоны, украшенные разноцветьем, не стригут. Сейчас я сказала ребятам, чтобы ни налетные не стригли, ни здесь, чтобы остались такие полянки с цветами, такие уже естественные цветники, они сами по себе образовались, потому что погода свое дело сделала. Цикорий у нас, ясколки растут. То есть пусть пока поцветут, пока не потухнут, а потом уже мы их в следующий раз заход так и скосим. А пока пусть порадуют. С таким естеством. В принципе, вот это естество, которое сейчас само по себе получается, его просто надо как-то аккуратненько беречь. Но наша задача вообще подходить к этому бережно, чтобы такие естественные природные уголочки у нас в городе были. Газоны, на которых буйство красок не наблюдается, как положено подровняют. Костится она двумя способами. Мы сейчас стараемся уходить от тримиров, только там, где подкашиваем. То есть проходит трактор, который может взять такой райдер большие площади, а потом подходит уже с этим тримиром, подкашивает. Несмотря на дождливую погоду, сотрудники лесопаркового хозяйства продолжают ухаживать за мытищенскими парками, скверами и улицами. Непогода может внести коррективы в их график, но не должна плохо сказываться на облике города. Надежда Звягинцева, Константин Химичев. Информационная программа «День».